Консультация врача в любое время, в любом месте. Теперь это кажется не мечта, а реальность. Особенно сейчас, когда к специалисту просто так не попадешь. Приемы пациентов реальнее проводить дистанционно. Готовы ли к такой работе на расстоянии алтайские доктора? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях Павел Плетнев, председатель комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по информационным технологиям. Здравствуйте. Дистанционный прием пациентов – это нововведение, которое продиктовало сегодняшнее время или потребности современного человека? Это нововведение возникло достаточно уже давно. На два года назад принят был закон о телемедицинских услугах. Все это время в основном развивалась телемедицина в направлении консультации врач-врач. То есть когда более квалифицированный врач консультировал другого врача, например, удаленно городской, сельского или наоборот московский, барнаульского и так далее. Соответственно, с принятием приказа Минздрава России о том, что регламентирующие технические требования к идентификации человека при телеконсультации, технические требования о том, в каком виде должен выдан результат консультации, диагноз, когда может стать, стала возможна и разработка систем, и как следствие консультирование пациентов, в том числе пациент-врач. Поэтому с точки зрения реальностью это стало у нас в Алтайском крае как минимум в сентябре, когда, допустим, мы презентовали одну из систем онлайн-визит всем лечебным учреждениям Алтайского края. Но действительно набрало это обороты именно весной этого года, когда большинство больниц, в особенности коммерческих больниц, испытало в прямом смысле трудности, коммерческие трудности с очным приемом пациентам. Как следствие упал пациентопоток, упала их доходность, и больницы стали переходить на новые рельсы работы, используя телемедицинские консультации для того, чтобы удержать свой бизнес на плаву. Кто уже подключился, если не будем увлекаться коммерческими больницами из муниципальных, краевых? Давайте сразу остановлюсь. Мы в апреле месяце были выбраны или определены, мы предоставили безвозмездную возможность Крайздраву через нашу систему консультировать пациентов по коронавирусу. Вот, то есть, собственно, центр у нас Крайздрав развернул на базе Центрспид и Седьмая городская больница. То есть это две базы, на базе которых ежедневно сидит по 5-7 врачей, врачей-иммунологов и инфекционологов, которые консультируют людей, кто обратились за консультацией. То есть также Крайздрав сейчас есть такое понятие, как ковид дома. Это те люди, кто по каким-то причинам, то есть у них протекание, допустим, болезни, либо ожидание результатов анализов протекает, как говорится, бессимптомно. И врачи либо им звонят, либо есть возможность, опять же, через онлайн-консультацию выходить с ними на связь. То есть это второе направление. Ну, соответственно, если мы берем государственные учреждения, что, например, это там детский психонерологический диспансер, то есть уже работает. Вот, соответственно, ряд больниц краевого именно назначения еще также подключились, ну, допустим, офтальмология. Также проводят ежедневные консультации через наш сервис, то есть они это делают также бесплатно, потому что, ну, они столкнулись с проблемой. Вопрос в том, что с точки зрения документов там по ОМС, проверяют, не проверяют, как бы мы в это не вдаемся в подробности. То есть техническая возможность у них такая есть, и ежедневно они работают. Как процесс налажен? То есть вот для обычного потребителя срочно необходимо бабушке попасть на консультацию к врачу, офтальмологу. Что она делает? Ну, самая главная, наверное, стартовая задача, да, не сказать, что это проблема уже на сегодняшний день, это бабушка или дедушка, или это более молодой человек должен иметь возможность авторизоваться через госуслуги. То есть одним из главных требований 965 приказа Минздрава России является идентификация пациентов через единую систему аутентификации, идентификации граждан. Ну, то есть это традиционно, когда мы в госуслугах авторизуемся, соответственно, все телемедицинские сервисы должны проводить идентификацию именно через него. Для чего? Для того, чтобы, допустим, нас, компанию, допустим, владельца, да, телемедицинского сервиса, не задали нам вопрос, а вы уверены, что это Вася, а не Петя? Да, соответственно, данная функция, вот, нашим юрлицом передана государству. То есть именно государство удостоверяется в том, что это Вася, а это Петя, и именно Петя проходит консультацию, его идентифицировали, система подтянула из единой системы аутентификации данные, что это единственное, именно фамилия, имя, отчество, его СНИЛС, вот. И врач уже консультируя, ну, не сомневается и с точки зрения юридических вопросов, что это именно он. Ну, с точки зрения юридических каких вопросов? После авторизации пациент, как и традиционно, так и в данном случае в онлайн формате, дает свое согласие на медицинское вмешательство, дает свое согласие на обработку персональных данных. И если это коммерческая, допустим, консультация, он подписывает оферту медицинскую на платное оказание услуг. Соответственно, авторизовавшись через госуслуги, с точки зрения 63-го юридического закона, это является подписание простой электронной подписи, то есть используя авторизацию. Соответственно, проставляя свое согласие на медицинское место, подписывая оферту и другие документы, которые потребуются, юридически соблюдается требование закона о том, что мы его идентифицировали, мы с него взяли все согласия необходимые на медицинскую работу с ним и после этого начали уже с ним консультацию. Так, дальше. Вот он зарегистрирован уже человеком. Да, он зарегистрирован, он заходит, ну, в данном случае, например, на портал, вот если брать наш портал, онлайн-визит, на этом портале он выбирает интересующего медицинскую услугу, то есть либо он выбирает конкретную больницу, например, там, детский психоневрологический диспансер. Выбирая больницу, он видит список врачей, которые могут проводить телемедицинскую консультацию, выбирает врача и выбирает время. То есть каждый врач традиционно публикует, в данном случае, талоны, если их так выразиться, да, на телемедицинскую консультацию в то или иное время. То есть он выбирает время, и уже в указанное время, он, может быть, там, не в этот же день, может быть, на следующий день ему удобно, заходит в систему, врач уже его, как говорится, ожидает, начинают они консультацию, сначала они начинают консультацию. То есть видеотрансляция какая-то будет? Да. То есть получается, вот, той самой бабушке необходимо иметь любое устройство, которое способно поддерживать видеосвязь? Есть две варианта. То есть они могут вести консультацию в текстовом формате, то есть начать переписываться, то есть писать какие-то данные, прикладывать документы, например, обследование, результаты анализов. Если врач видит необходимость именно, ну что, допустим, это не описание некого анализа, допустим, человек сдал кровь и хочет там получить описание, что с ним так, не так, да, а нужно именно пообщаться очно, и врач в этом видит необходимость, то он уже инициирует именно видеосвязь. Поэтому действительно, бабушка, дедушка или опять... Это очень сложный процесс, нет? Или это так? На самом деле это три клика. То есть первый раз мы нажали, кликнули, авторизовались через госуслуги, введели логин и пароль. Второй раз мы выбрали врача, нажали записаться. Третий раз мы зашли, уже открылось традиционное окно, как мы используем там в мессенджерах, да, там, где есть текст, отправить. И есть кнопочка нажать видеосвязь. Все, то есть по большому счету это три кнопки. Вот детский неврологический диспансер, я еще могу представить, как врач-психолог, психиатр принимает, там, дает консультации какие-то, общается с человеком и, в общем-то, видит, какие есть расстройства или нет их, слава богу. А вот если берем офтальмологию, то есть как можно на расстоянии назначить лекарство, не видя? Здесь, в принципе, можно не брать, в пример, даже там, офтальмологию или еще кого-то. Законодательно очень четко на сегодняшний день определено, что телемедицинскую консультацию пациент-врач можно оказывать только тогда, когда есть поставленный диагноз. То есть, соответственно, если человек уже был, например, в офтальмологии, если уж вы приведете, да. То есть, повторный прием. А, повторный прием, б, корректировка назначенного лечения, следующее, что пользуется спросом, это альтернативное медицинское мнение. То есть, большинство людей все-таки, ну, сходили, с чем, наверное, так скажем, мы для себя видели цель, создавая сервис. Как все обычно, сходили в больницу, ему поставили диагноз, назначили что-то, что обычно приходит человек, открывает Google, Яндекс и начинает гуглить. А мне назначили то-то, а хорошо ли это плохо, а что пишут другие врачи, что, как правило, это люди находят в первых топ-строчках. То, что проплачено фармкомпаниями, какими-то медицинскими центрами и так далее. То есть, это не истина. Соответственно, в данном случае телемедицинская система позволяет зайти человеку, выбрать конкретного врача, который врач, подтвержденный реестром медицинских работников, что это такой врач с таким-то образованием, с такими-то сертификатами обучения, что этот врач не врач, как физическое лицо консультирует, а его консультирует юридическое лицо, имеющее медицинские лицензии, потому что в России запрещена частная практика. То есть, человек, имея полную законодательную юридическую защиту, проведенной консультацией, может получить альтернативное мнение и получить там либо корректировку лечения, либо подтверждение действительно этого диагноза. Ну, либо, опять же, еще один вариант, который пользуется спросом, это подготовка к приему. Ну, наверное, для вас, для кого не секрет будет, что первые, не побоюсь этого слова, три приема, они, как правило, являются нерезультативными. То есть, как правило, пациент пришел раз, говорит, у меня болит спина, ему говорят, так, едь обратно к себе там утрированно в ребриху, сдай анализы, потому что сегодня ты не на голодный желудок, анализы принять не можем. Уехал, сдал анализы, приехал с анализами второй раз, ему говорят, слушай, так тебе не к урологу, у тебя не почки, тебе там хирургу там утрировано, да, у тебя там позвоночник. Человек уехал, перезаписался, приехал уже в ТЭПС. Вот эти вопросы вполне реально решить на расстоянии. Да, соответственно, человек может заранее сказать, у меня боли в спине. Если у него диагноз не поставили, ему скажут, до того, как приезжать, ну, например, там, в диагностический центр, да, вот, вы, пожалуйста, сдайте анализы, пришлите, мы посмотрим по анализам, там, есть воспалительный процесс, нет воспалительного процесса, и уже будет, либо там, всё-таки назначен терапевт, если это необходимо. Если есть, помимо анализов, какое-то обследование, которое говорит о том, что уже конкретно есть проблемы с каким-то органом, то можно уже записаться именно к тому доктору, который действительно уже при первом очном приёме, ну, сможет сделать его результативным. Так получается, то есть я как пациент, я не ограничена в выборе больниц, да? Не ограничена. Я могу записаться и в эту, и в эту, а если сомневаюсь, ещё и в третью. Да, плюс к этому на сегодняшний день вы можете как выбирать государственные больницы, так и, там, с десяток, допустим, барнаульских коммерческих больниц. То есть государственные меня будут принимать бесплатно, а коммерческие, в общем, как мы, по сути, платили за приём, платить будем только онлайн. Совершенно верно, да. То есть государственным мы сегодня это дали возможность, ну, безвозмездно, да, то есть мы за пользование сервисом ничего не берём. Если государство принимает, там, по своим тарифам, по своим возможностям, там, ну, я имею в виду, по ОМС приёма безвозмездно, то для человека в результате это ничего не стоит. Отлично. Давайте поговорим про коммерческую. Вот запись к гастроэнтерологу. Предположим, 700 рублей приём. Да, соответственно, что касается коммерческих больниц, я с начала разговора обратил внимание, что коммерческие больницы, как раз увидев потерю очных приёмов, попытались восстановить потерянных пациентов через онлайн-приём. Соответственно, они очень чётко сориентировали, что если пациент, ну, допустим, вы сказали, гастроэнтеролог 700 рублей, например, в условиях пандемии, для того, чтобы попасть к гастроэнтерологу, вы, как минимум, поехали бы на такси. Ну, не пользовались бы, наверное, транспортом там и так далее. Например, поехали бы сюда. Ну, а к чему ещё 200? Ещё, например, 200 рублей. То есть они для себя понимают, что, приехав очно к ним, так или иначе, попав через какое-то время, вы бы заплатили, например, 900 рублей. В данном случае они публикуют тариф, например, в 600 рублей, в который уже входят и услуги их, как больницы врача, да, и услуги за пользование самим телемедицинским сервисом, включая все комиссии банка. То есть вы, как пациент, заходите на сайт, видите всё те же 700 рублей, но фактически платёж расщепляется уже, в данном случае, часть денег уходит в Сбербанку. Если вы, например, платили через Сбербанк онлайн, да, за экваринг. Ну, при этом сидишь дома. Да, при этом ключевой момент сидишь дома, и здесь ключевой момент, почему и говорится, что в результате пациента имеет экономию, потому что так или иначе он тратил бы какие-то транспортные расходы, особенно если это не Барнаула, например, вы ехали там из пригорода, да, откуда-то. И всё-таки он, да, действительно сидит дома и ключевой момент не рискует, потому что на самом деле большинство больниц так или иначе продолжали приём именно острых больных и так далее каких-то, да, но те, кто, например, имеют какие-то постоянные заболевания, периодически приходили, конечно, они избегали очного приёма, ну, чтобы лишний раз не заразиться и так далее. Это контроль, если требуется со стороны специалистов, да, соответственно, и здесь для них появляется такая возможность, то есть вы, например, привели пример у гастроэнтеролога, вот это один из, например, примеров, которые у них из больниц, больницы РЖД, да, вот они, например, с гастроэнтерологов именно в марте стартовали, то есть это тот врач, который там первый начал проводить консультации, потому что действительно там где-то есть корректировка лечения, есть где-то корректировка режима, там, питания, либо ещё чего-то, да, Соответственно, вот они проводят. Либо другой пример. Вот на горе построился недавно реабилитационный центр, вот открылся. Вот, соответственно, они то же самое, пациенты, которые пролечились, уехали на реабилитацию, нужен периодически, домой уже, то есть восстановительный процесс закончен в больнице, их нужно сопровождать, корректировать их лечение, наблюдать, при необходимости инициировать приезд. То есть здесь они тоже подключены к сервису первыми, кому это пошло на помощь, и это полностью упрощает жизнь и врачу, и пациенту. А вот, кстати, как изменилась жизнь, трудозатраты врача, его обычный день? То есть он мало того, что принимал пациентов вживую, тут еще должен успеть с ними онлайн пообщаться. Зачастую, действительно, это большая проблема, вот я вам признаюсь честно, здесь практически всегда приходится, ну, чуть ли не чуть ли, а лично общаться с главврачами, да, почему, и объяснять, что если внутри больницы для врача не будет сделана какая-то либо дополнительная финансовая мотивация, ну, для того, чтобы ему было интересно после приема очного, да, так скажем, задержаться вечером. Ну, или в первую смену работаешь, принимаешь лично, пожалуйста, а во вторую смену задерживаешься, общаясь на расстоянии. Либо все-таки, как некоторые больницы идут по пути, то есть у них, допустим, есть линейка талонов на день, да, то есть они оставляют там определенный на очный прием, определенное время на заочный прием, да. Соответственно, ну, для врача с точки зрения удобства, как бы, допустим, мы реализовали массу систем уведомлений, то есть напоминаний на прием, что кто-то записался и так далее. Также для удобства реализована функция, что пациент, например, заблаговременно до приема подгружает уже какие-то документы медицинские в систему для того, чтобы, опять же, врач, видя, что у него там прием, да, уже мог подготовиться, изучить какой-то документ. И уже во время приема, так скажем, ну, проводить, так скажем, время не за изучением документов, а по другую сторону, тратя свое время и время пациентов, а уже вести какую-то беседу именно онлайн, да, вот, что, опять же, экономит время для самого пациента. Вы не выясняли, как врачи на эту систему отреагировали? Удобно ли им или накладно? Я могу сказать следующее, как бы, врачи отреагировали, с одной стороны, хорошо, почему? Потому что, ну, все-таки, они, как и больницы следом, ну, я все-таки буду в основном приводить пример именно коммерческие больницы, потому что обратной связи с государственных больниц, ну, допустим, я не имел. Потому что для государственных больниц это просто была необходимость, то есть они потеряли другую возможность, то есть, допустим, принимать людей, как мы говорили, там, детей, допустим, психонерологической диспансерии, там, для какой-то консультации, общения, там, ну, как обычно те принимают, там, порисовали, пообщались и так далее, вот. А с точки зрения коммерческих больниц, здесь для всех было понимание, что, так или иначе, там, врачи понимают, что они получают деньги за прием, если пациента нет, то нет, как говорится, и зарплаты, и какой-то переменной части, там, премии, и всего остального. Ну, они действительно в этом смысле заинтересованы. Да, заинтересованы. А вот в государственных-то больницах, не будет ли это дополнительным просто грузом для них за те же деньги? Я добавлю про те же коммерческие больницы, но для врачей все-таки определенным грузом стало это привыкание к новому принципу технологии общения. Почему? Потому что все-таки привычка общаться вот так, да, за столом. Ну, учителя достаточно быстро привыкли к новой системе общения, дистанционному обучению, и детям нравится и учителям. Возможно, да, но у врачей все-таки есть масса традиционных требований к ним предъявляемых, ну, что, например, человек, видя какую-то острую боль, человек, а именно врач, да, должен именно сразу вызвать, например, скорую, инициализовать госпитализацию и так далее, и перенести вот такие действия из своей в онлайн-плоскость нужно тоже привыкнуть. Что, например, если мы не видят, что человеку действительно плохо, да, там нужна экстренная именно скорая помощь, то врач аналогично должен оперативно принять решение, единственное, правильно вызвать человеку скорую помощь. Вот этот перенос, как говорится, реального в онлайн, как бы он, ну, наверное, больше психологический момент. Он даже стереотипам не соответствует по этому привычным каким-то укладам, поэтому… Да, и все-таки, да, врачи, ну, назовем так, у нас люди, если так выразиться, все-таки авторитетные, да, и они сложно воспринимают так или иначе, когда им говорят, ты должен это, ты должен это и следующее, да, то есть все-таки они привыкли сами принимать решения, что они должны, что они должны. А здесь и так уж государство наше там закручивает гайки с точки зрения требований у врача, и уже дальше некуда. А тут еще наложились требования, ты должен убедиться, что там человек там, ну, в данном случае автоматизированно он идентифицировался, да, ты должен убедиться там визуально, что все-таки тебе там авторизовался там Вася Петров, да, а там, не дай бог, женщина там перед тобой, да, в онлайн не оказалась. Все-таки какие-то вот эти моменты, ты как бы должен как бы заглянуть в фамилию, кто идентифицировал человека, да, там документы и так далее. Ну и все же, вот то, что мы с вами сегодня обсуждаем, это неизбежно будет? Или вот как эксперимент протестируем, если не пойдет, то вернемся к обычным талонам, карточкам, заполненным рукой и так далее? Я могу сказать, что это однозначно будет, почему, потому что, наверное, здесь как раз все мы за этот период, период там пандемии, ограничений каких-то, распробовали многое то, что не могли себе позволить раньше. Потому что, ну, допустим, я сам могу привести пример, до последнего говорил, что покупать продукты онлайн, да это последнее дело, надо убедиться, что они там свежие, срок годности и так далее. Ну, можно там посмотреть статистику, какое количество людей за время, там, апрель-май заказывали продукты, там, из ленты, из бахетлей и так далее, именно в онлайн формате, да. Вот, точно так же здесь, многие, кто не решались попробовать телемедицинскую консультацию, были вынуждены попробовать, убедились, что это возможно, это реально, они получили, допустим, требуемое направление, либо, там, не знаю, корректировку этого рецепта, никуда не ездив, поняли, что это возможно и будут этим пользоваться. Более того, ну, опять же, у нас есть, приведу пример, например, вот, Аскамед, да, вот, консультации ведут по клещевому энцефалиту, да, здесь, ну, опять же, не дай бог, как бы, кто сталкивался, не сталкивался с этим, ну, клещ такое дело, которое может укусить выходной в нерабочее время, да. То есть они тоже в этой системе уже работают. В этот момент, то есть мы, вот, на этапе подключения Аскамеда, да, или, там, Ресамеда, кто их знает, как бы, под каким, да, для того, чтобы консультацию первичных действий, в том числе у того, у кого есть, там, иммунополис и так далее, провести мгновенно, ну, телемедицинский, то есть утрированно, ты в поле, у тебя телефон в руках, вот, укусил клещ, что ехать, то есть первое, что сделать, да, куда сдать анализы, проконсультировать врача-иммунолога с точки зрения первичных действий, то есть каким, ну, то есть там очень важно, ну, в данном случае поддержать организм на каких-то этапах, то есть в том числе там они где-то прописывают, допустим, пропить антибиотики, если понимают, что у человека там нет прививки, например, от клеща, да, и нужно бороться организму, поддержать. И они вот подключаются, и, соответственно, они подключаются не потому, что возник коронавирус, да, а потому что технически они дают лучший сервис своим клиентам, ну, те, кто купили этот иммунополис, да, или кто хочет уже быстрее клещ укусил, получить консультацию, понять, куда ему приехать, чтобы поставить там прививку иммуноглобулина. Ну, вот эта вот история, кажется, конечно, очень удобна для современного человека, который тем более привык никуда не ходить и решать все вопросы, используя тот же самый телефон или компьютер, а вот для людей из отдаленных-то районов края, получается, неизбежно придется ехать в Барнаул, ну, если уж мы в Барнауле. Я немножко это, может быть, там, завесу тайны открою, то есть на текущий момент мы прорабатываем с Почтой России, допустим, такой проект, то есть Почта России включила в дорожную карту проект по развертыванию на базе почтовых отделений, то есть у нас в Алтайском крае 800 отделений почт, ну, там я точно цифру не помню. Соответственно, все мы, может быть, помним, несколько лет назад, когда интернет в селах, это была еще большая проблема, на почтах стояли такие компьютеры для доступа в интернет, ты можешь прийти на почту, было воспользоваться интернетом, соответственно, почта сейчас возобновляет, образно говоря, развернутую эту сеть компьютеров, да, для того, чтобы даже, как вы выражались, бабушка могла, придя там на почту, получив пенсию, там, или заплатив за какие-то услуги, воспользоваться консультацией. Почему это, да, делается? Потому что, опять же, законодательно сейчас 1 июля, допустим, разрешается продажа лекарств онлайн, да, и в дорожной карте Почты России одним из пунктов является в том числе доставка таких лекарств в отдаленные села и так далее. В чем здесь дважды необходимость? То есть, когда мы приходим в аптеку, ну, говорим, там, допустим, лекарство безрецептное какое-то, и мы имеем возможность проконсультироваться у фармацевта, там, по дозировкам, что лучше и так далее. При переходе на онлайн-продажу лекарств, да, а Владимир Владимирович как бы подписал данный закон, и это становится возможным, то есть я уже не имею возможности, сидя дома, покупая, придя на почту, забирая, проконсультироваться там по каким-то вопросам. И здесь как раз телемедицинская консультация, опять же, встает в помощь с точки зрения, что можно, придя на почту, забирая лекарства в далеком селе, тут же сесть и получить консультацию врача-терапевта о дозировках, приемах этих лекарств, ну, либо, допустим, человек почувствовал плохо после приема и не решается сам принять решение прекратить их прием, там, терпеть дальше и так далее, а врач здесь может ему помочь. Вот, единственным фактором, который на сегодняшний день ограничивающим является с точки зрения массового использования, допустим, в государственных сфере телемедицинских консультаций, это ограниченность ОМС-тарифов. То есть, если мы на сегодняшний день откроем вот так называемый тариф ОМС, за что государство компенсирует государственные больницы за прием, то там есть телемедицинские консультации, но наименований видов телемедицинских консультаций, за которые больницы можно компенсировать деньги, их не такое большое количество. И государственные больницы, опасаясь вопросов со стороны ФОМСа, да, там, ну, на возмещение этих затрат при проверках, опасаются использования. Но, опять же, ну, как бы, ухо востро держим, здесь как бы на заготательном уровне сейчас ведется проработка ряд изменений, опять же, вот в тарифные планы ОМС, ФОМСовских и так далее, на внесение туда определенных тарифов для того, чтобы открыть эту возможность и для государственных больниц полноценно компенсировать затраты, которые они понесли при телемедицинской консультации. Ну, опять же, этим врачам надо же оплачивать их работу. Ну, давайте финальный вопрос. Мы же наверняка не первооткрыватели. На самом деле не первооткрыватели. Где уже давно система опробована и дала свои результаты, как положительные. Я могу сказать даже шире. То есть система, вы, наверное, знаете, там есть Яндекс.Здоровье, есть система Док-Док и так далее, да. В чем есть, ну, допустим, могу там сказать в пользу первооткрывательности НАЗДА, большинство систем телемедицинских, которые известны в России, они пошли пока по пути создания собственной медицинской организации. То есть когда мы заходим на Яндекс.Здоровье, мы консультируемся не в государственной больнице, мы не выбираем какую-то там частную больницу конкретными лицензиями, врачами и так далее. А мы консультируемся в определенной медицинской организации, которая принадлежит компании Яндекс, да. Аналогично, допустим, система там Док-Док, которую купил Сбербанк, да. Вот. Они перенесли медицинские консультации в ДМС. То есть я уже не могу выбрать систему и сказать, а вот кто тут подключен, я могу сам выбрать. То есть там уже изначально те, кто больницы подключены к системе ДМС страхования Сбербанка, например, именно только у них ограниченно я могу провести консультацию. То есть вот в этом плане отличительно, хоть и есть большой спектр, да. Мы сделали ставку на то, что пациент, а, сам выбирает ту больницу, которую он консультируется, и, б, опять же, чем отличает от ряда других продуктов нас, мы не берем денег с больницы. То есть большинство больниц отталкивает возможность телемедицинской консультации. То есть большинство компаний говорит, вот вам продукт, но вы нам, неважно, продаете вы свои консультации через него, получаете деньги там по ОМС. За использование нужно заплатить. Да, вы нам каждый месяц платите, да. Соответственно, мы пошли по пути, что мы и государственным, и частным больницам свой продукт даем безвозмездно, да. В данном случае, если больница коммерческая берет деньги с пациента, да, то она уже именно с четко полученных денег платит за телемедицинскую консультацию, да. Если они не консультируют никого, ну, пациенты все-таки отталкивают это, то она и не имеет дополнительных затрат. Ну, в общем, по факту. По факту, расчет по факту, да. И как бы мы как раз сделали ставку, то есть на текущий момент ряд, в том числе как бы в Москве лечебных учреждений подключились, да, сделали ставку на то, что когда расчет будет не постоянный, тянуть с больницы как бы постоянные деньги, а именно по факту, это как раз и сделает это более широко возможным. Потому что в данном случае больница ничем не рискует. Пациент тоже не покупает некую подписку, за которую заболел, не заболел, платит постоянно. Есть необходимость, решил именно онлайн, заплатил. Или там воспользоваться бесплатно, там проконсультировался. Нет необходимости, ну, как говорится, карман не тянет. Ну, в общем-то, на этой позитивной ноте завершаем нашу беседу. Спасибо, что нашли время, пришли в студию. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Павел Плетнев, председатель комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по информационным технологиям.